Пошли в программу, через Минсельхоз были выделены деньги, 2 миллиона 500 тысяч рублей на строительство этого парка. Парк был принят в ноябре 2020 года, но официального открытия так и не состоялось, говорит Валерий Сенчугов. Он житель села Степановка и инициатор строительства этого парка Победы. Мужчина безвозмездно передал участок своих родителей под памятное место. В 2020 году, 17 ноября, был сдан парк, но он был сдан без елей, без газонной рулонной травы. В середине декабря 2020 года подрядчик посадил голубые восточные ели, 30 штук, сюда зимой, в мороз. Эти ели не пошли в прошлом году, они все 100% погибли. Подрядчик, это компания ПМК номер 5, повторно посадил ели уже за свой счет, но они снова не прижились, говорит Валерий Сенчугов. Это единственная из 30 деревьев, прижившаяся голубая ель в парке. И то видно, что она требует ухода. Остальные выглядят вот так, или все, что от них осталось, сорняки рядом, гораздо выше и зеленее. Они для красоты очень декоративные. Ели должны были быть уже вот такие, показывает Валерий Сенчугов. Это его собственный сад. Они должны быть изогнутые, со спинками, с подлокотниками. Они должны быть в художественном исполнении. Он за то, чтобы парк был ухоженным и удобным для сельчан. Валерий Сенчугов обратил внимание и на ошибку на памятной доске. Вместо сражавшихся нужно сражавшимся. Не помешало бы и шефство над парком. Здесь никто не косит, никто траву не обкашивает, никому ничего не надо. У меня вопрос. Кто и за какие деньги сейчас будет еле сажать в третий раз? Мы связались с подрядчиком. Он заверил, посадят вместо неприжившихся деревьев новые. Сейчас не время. Работы проведут осенью. Вот и что не вырастут, посадим где-то в конце сентября. Гарантия у меня прошла, но я как обещал, еле пойдут. Глава поселения должен ухаживать. В сельском совете не отказываются следить за территорией, но говорят некому. Бюджетных организаций нету, поэтому мне уж как бы тяжело. У меня вот в наше сельское поселение входит три деревни. И так общественников нет. Приходится уж кого-то просить, чтобы обкашивали территории. Еще вот мы здесь, конечно, не обкашили, но приведем все это в порядок. В Степановке появлению нового парка рады. Стелла в память о погибших на фронте сельчанах нужна, говорят жителям. У меня уже, ну там, дедушка погиб, тоже с войны не вернулся. Там он, конечно, фамилии там все. Там же многих, это село, это они, когда этот парк создали, они все радовались. Должно быть облагорожено все, красиво, убрано. А так хорошо, что сделали, если смотрят за ним, хорошо. Сразу после съемок сюжета нам позвонили из сельского совета и сообщили, нашли добровольца, который очистит парк от сорняков и скосит траву. Похоже, сельчанам нужно самим объединиться и следить за парком, поливать ели, чтобы память всегда жила. Вероника Гайнудзинова, Игорь Романов, ТНВ, Буинский район.